В эту школу рабочего поселка Заречья Ирина Каратеева пришла в 10 лет, когда ее семья обосновалась тут, в Подмосковье. Отец Ирины был преподавателем и дочь пошла по его стезе. Сюда вернулась после института, учителем истории. Когда ты берешь класс в сентябре, а в феврале везешь его в Кропоткинский музей, и они отвечают на все вопросы экскурсовода в залах древней цивилизации, как историк, да, а я стою, подпираю какую-нибудь колонну историческую такую, монументальную, думаю, да, не зря. Сегодня Ирина Витальевна в этой школе директор, на посту уже 20 лет, получила звание почетный работник образования России. Сейчас под ее началом воспитанников и учителей почти 2000 человек. Можно долго перечислять победы Зареченской школы и ее выпускников, но директор отмечает главное. Последние пять лет школа находится в так называемой зеленой зоне, попадает в топ-300 лучших школ Подмосковья. Есть понятие незаметного директора. Вот если у директора школы, как у управленца, слаженный коллектив, и если упоминание директора в соцсетях или еще где-то редко, это главная визитная карточка хорошо организованного директорства. Ирина Витальевна успешно совмещает и профессиональную, и общественную деятельность. Избиралась в Окружной совет депутатов в 2010 и 2019 году. В совете курируют вопросы образования и не только. Эта детская площадка – зримый пример совместных усилий депутата и местных жителей. Появилась в этом дворе на улице университетской по губернаторской программе. Ирина Витальевна убеждена, когда ты стал профессионалом в своем деле, ты просто обязан думать не только о своем коллективе, но и о людях, которые живут вокруг тебя. Понимаете, я с 10 лет живу в округе. Я люблю наш округ. Я люблю вот эти места. И мне не все равно, что будет здесь завтра. И сегодня меня тоже интересует. Поэтому без пафоса просто хочется быть полезной людям не только в своей узкой сфере, но и чисто с человеческой точки зрения. Редактор субтитров А.Семкин